Молодёжная молитвная неделя. Март 2022 год. Третья тема. Настоящие звёздные войны. Давным-давно, в далёкой-далёкой галактике, узнаёте, так начинаются звёздные войны. Один из самых успешных сериалов в истории кинематографа. Его создателем был Джордж Лукас. Он в 70-е годы снял первый из девяти фильмов, которые привлекли внимание миллионов людей. Сюжет звёздных войн можно резюмировать следующим образом. В далёкой галактике происходит долгое и кровопролитное противостояние джедаев, выступающих за порядок и справедливость Галактической Республики. Самым известным из них является Люк Скайуокер. Ещё есть ситхи. Существа, которые используют тёмную сторону силы в своей попытке захватить галактическое господство во главе с Идартом Вейдером. Ярким молодым рыцарем, который отказался от стези блюстителя справедливости и правды, чтобы основать свою жестокую галактическую империю. Из своего штаба на Звезде Смерти Дарт Вейдер планирует уничтожить всё хорошее, но добрым силам удаётся разрушить его планы. И во Вселенную снова возвращается мир. Добро побеждает зло. Но эта история очаровала миллиону людей. Хотя сценарий фильма впечатляет, все мы знаем, что такие Звёздные войны существуют только в ярком воображении Джорджа Лукаса. А что если бы я сказал вам, что есть настоящие Звёздные войны? Вы мне поверите? За тысячи лет до того, как Джордж Лукас создал Звёздные войны, Иоанн, любимый ученик и автор книги Откровения, уже написал о настоящих Звёздных войнах. В этой войне на карту поставлена судьба каждого человека. Настоящие Звёздные войны известны как конфликт веков или великая борьба. Книга Откровения представляет нам этот космический конфликт в красках и со всеми спецэффектами. И произошла на небе война. Михаил и Ангел его воевали против дракона, и дракон и Ангел его воевали против них, но не устояли и не нашлось уже для них места на небе. «И низвержен был великий дракон древней змеи, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, и низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Откровение, 12 глава, 7 по 9 стих. Итак, давайте рассмотрим настоящую драму Звёздных войн. Для этого мы разделим наше исследование на три части. Во-первых, мы представим её основных действующих лиц. Во-вторых, совершим экскурсию по разным её эпизодам. В-третьих, рассмотрим её развязку. Во-первых, давайте определим, кто главные действующие лица настоящих Звёздных войн. Главные действующие лица в Звёздных войнах – Михаил и дракон. Кто же они? Какую роль они выполняют? Начнём с установления личности Михаила. Этот персонаж встречается в Библии около пяти раз. В книге пророка Даниила, в 10 главе, 12 стих, 13 стих, 21. Мы можем наблюдать, как он сражается от имени правозвестника. В Иуда, 1 глава, 9 стих. Мы видим, как он спорит с сатаной за тело Моисея. Также, Даниила, 12 глава, 1 стих, говорится, что в последнее время Михаил восстанет, чтобы спасти избранных Бога. Есть две подсказки, которые позволяют нам идентифицировать Михаила. Первая. Его имя происходит от еврейского «Михаэль», что означает «кто подобран Богу». Вторая. Согласно Юды, 1 глава, 2 стих, Михаил архангел. И согласно пророку Даниилу, один из первых князей. Даниила, 10 глава, 13, 21 стих. С помощью этих двух разгадок мы можем прийти к выводу, что Михаил – это сам Иисус Христос. Иисус равен Богу и называется архангелом. Зная, кто такой Михаил, давайте определим, кто такой дракон. В Откровении, 12 глава, 9 стих, говорится, что дракон – это древний змей, называемый дьяволом и сатаною. Заметьте, что дракон – это сатана, заклятый враг Бога. С другой стороны, всякий раз, когда я представляю эту тему, мне задают вопрос. Кто создал сатану? Каково его происхождение? Пророк Исаия в 14 главе, с 12 по 14 стих, и пророк Езекиид с 28 главы, с 11 по 19 стих, говорят, что Бог создал совершенное существо по имени Люцифер, имя которого означает «несущий свет». Он был печатью совершенства, полнотой мудрости и венцом красоты. Но однажды он перестал взорвать на Бога, а стал думать о себе. В результате он исполнился беззакония и греха. Существо, которое когда-то добровольно исполняло роль носителя света, стало сатаной, противником Бога и виновником зла. Мы заключаем, что Иисус, князь жизни, и сатана, виновник греха, являются главными героями настоящих звездных войн. Во-вторых, давайте рассмотрим разные эпизоды настоящих звездных войн. Первый эпизод произошел на самом небе, и мы называем его восстанием. В Откровении, 12 глава, 7 стих говорится, что «на небе была великая война». Теперь важно, чтобы мы понимали, что это не была физическая война. Слово «война», используемое Иоанном, происходит от греческого слова «полемос», от которого происходит хорошо известное слово «полемика». Эта война началась как битва идей и доводов. Сатана, отец лжи, всеми средствами стремился очернить характер Бога. Его целью было вознестись и занять место Бога. Сатана утверждал, что Бог – тиран. И все, и все, что он хочет, это держать свое творение в подчинении. Известная христианская писательница Эллен Уайт, комментируя этот первый эпизод, писала, «Люцифер, осняющий Херувим, захотел быть первым на небе. Он стремился к власти над небесными существами, чтобы отдалить их от Творца и заставить поклоняться себе. Для этого он представил им Бога в ложном свете, обвинив его в стремлении к самовозвеличиванию. Свои собственные порочные наклонности он приписал любящему Творцу. Так он вел заблуждение ангелов. Желание веков, страница 21. В этом первом эпизоде сатана был побежден и изгнан с небес вместе с третьей частью ангелов, которые решили последовать за ним. Михаил одержал победу. Второй эпизод – это вторжение. Что произошло после изгнания сатаны? Бог создал чудесное творение. В первой главе книги Бытие говорится, что Господь сотворил все за шесть дней, и в шестой день Он создал человека. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Бытие 1.27. Бог поместил наших прародителей в рай, известный как Эдем, и дал им повеление. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «Отсякого дерева в саду ты будешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие 2 глава 16-17 стих. Именно тогда сатана вторгся в гармонию Эдема. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей женщине, «Подренно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» И сказала женщина змею, «Плоды с деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которые посреди рая сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей женщине, «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Бытие 3 глава с 1 по 5 стих. «К сожалению, наши прародители ослушались Господа и в результате стали рабами сатаны». Вы можете спросить, почему Бог допустил это испытание? Почему Он не удержал сатану подальше от Адама и Евы? Нам нужно хорошо понимать, что Бог – это Бог свободы. Он создал не роботов, чтобы управлять ими на расстоянии. У Адама и Евы была свободная воля. Они могли выбирать между послушанием Богу или непослушанием Ему. К сожалению, они выбрали путь непослушания. Третий эпизод настоящих звездных войн – это завоевание. Сатана думал, что он разрушил замыслы Бога. Однако план завоевания был разработан еще до основания мира. После грехопадения Бог пообещал послать Избавителя, который положит конец царству зла. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Бытие 3.15 Этим освободителем будет никто иной, как Михаил. Наш Господь Иисус займет место падшего человека и противостоит сатане и его демоническим воинствам. Так и произошло. Михаил – великий князь в человеческой плоти, который своей смертью заплатил высокую цену, но не остался в гробнице, а на третий день воскрес, чем и лишил силы империю смерти. Своим рождением, жизнью, смертью и воскресением Иисус одержал победу в настоящих звездных войнах. Благодаря его триумфу вся вселенная восторжествовала над сатаной. Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Откровение 12 глава 10 стих. Благодаря победе, одержанной Иисусом, мы знаем, каким будет исход настоящих звездных войн. Нет никаких сомнений в том, что империя зла будет уничтожена навсегда. В Откровении 20 глава 10 стих говорится, что дьявол будет брошен в озеро Огненное, и его уничтожение будет окончательным. Эрен Уайт поэтическими словами представляет конец настоящих звездных войн. Великая борьба окончена. Грех и грешников больше нет. Вся Вселенная чиста. В бесчисленных творениях бьется один пульс согласия и радости. Во все концы безбрежного пространства текут потоки жизни, света и радости от того, кто сотворил все. От мельчайшего атома до величайшей галактики все, одушевленное и неодушевленное в своей неомраченной красоте и совершенной радости, провозглашает Бог есть любовь. Какова центральная истина настоящих звездных войн? Иисус – великий победитель. Его завоевание превосходит даже воображаемые подвиги джедаев или Скайуокера. Его победа на кресте была реальной и всеобъемлющей. И все, кто верит в него, наслаждаются его победой в настоящем и будут в реальности испытывать восхищение от общения с ним всю вечность. Дженнифер отправилась покататься с друзьями по городу. В тот день все были счастливы. Ее друзья смеялись, пока один из них спокойно ввел машину на пустой дороге. Внезапно, считанные секунды, все изменилось. Водитель встречной машины съехал со своей полосы и врезался в машину, в которой ехала Дженнифер. Дженнифер удар был таким, что погибли все, кроме нее. Ее немедленно доставили в реанимацию. Врачи не давали никаких шансов на жизнь, поэтому родители позвали пастора и вместе умоляли о чуде. Только чудо могло спасти ее от смерти. И оно произошло. Дженнифер смогла выйти из реанимации. Ее физическое и эмоциональное восстановление потребовало времени, но годы спустя, свидетельствуя, она сказала, «Иисус дал мне победу». Дорогие юноши и девушки, Иисус Христос может дать вам победу. Находясь в настоящих звездных войнах, вы тоже можете сказать, «Но все си преодолеваем силою возлюбившего нас». Римлянам 8, 37. Вопросы для размышления и изучения. Первое. Кто главные действующие лица настоящих звездных войн? Михаил и дракон. Иисус и дьявол. Кто такой Михаил и что он совершает для избранных Богом? Он наш Господь, который родился, жил, умер и воскрес ради нас. И он борется за нас. Из-за чего началась война на небесах? Из-за того, что у дьявола, у сатаны, который еще не был сатаной, но был носителем света, появилась зависть, гордость. И он пожелал, чтобы ему поклонились. Какое обещание Бог дал нашим прародителям? Что он победит дьявола. Каким будет исход настоящих звездных войн? Мы будем вместе с ним всю вечность. Слава Богу. Божьих благословений. Аминь.